Всем привет, друзья, с вами Букреев, и мы сегодня на 3D принтере напечатали лик, я не побоюсь этого слова, лик самого нарциссичного, самого самовлюбленного блогера всея российского ютюба, и это, ребята, как вы думаете, это сам Николай Соболев, Николай Соболев, Николай Соболев, Николай Соболев представляет вашему вниманию, вы только посмотрите на это милое личко, ребята, 57 часов, мы печатали это чудо, это просто что-то неимоверное. На самом деле, давно я хотел познакомиться с Николаем Соболев, но живет он достаточно далеко, поэтому я решил создать для себя своего личного, ручного, можно сказать, Николая Соболева, чтобы я мог делать с ним все, что захочу. Я хочу, чтобы Николай мне лично поведал свой путь к успеху, я хочу это услышать из этих губок, чтобы он мне рассказал, как он преодолел все эти сложности на ютюбе. Но на самом деле, создать эту 3D-модель было очень просто сверхсложно, это минимум 57 часов чистой печати, это килограмм пластика, это куча нервов, просто чтобы найти 3D-модель, нужно найти, чтобы напечатать ее на принтере. Я не знаю, сколько времени я убил, и в итоге, естественно, готовых моделей нет, я нашел сайт 3D-пром, я вам ссылку обязательно на него оставлю под видео. Там можно заказать уникальную модель, то есть это единственный, ребята, Николай Соболев напечатан на 3D-принтере. Мы заказали, и нам под заказ сделали эту модель, вот вы видите сейчас на экранах, как это происходит, это прям вот лепка, знаете, цифровая лепка, это очень сложно. Поэтому, ребята, обязательно поставьте лайк за наши старания, за нашу работу, и, конечно же, за Николая, за Николушку поставьте. Если мы наберем много лайков, напечатаем обязательно еще кого-нибудь, большую голову, если вам это понравится. Давайте я вам сейчас покажу, как все это происходило, это очень долгий процесс, как я уже сказал, 57 часов, принтер старался, пыхтел, печатал. Этот процесс, ребята, действительно завораживает, только посмотрите на это. Продолжение следует... Фух, ребята, этот принтер так долго печатает, я уже нереально заколебался, надо хотя бы чайку попить. И, кстати, ребята, у меня-то чайничек непростой, смотрите, я беру в руки смартфон, вот он мой, ребята, чайник, прикиньте, мне, ребята, дома чайник с блютузом. Ставлю температуру, я просто чаечек буду пить, так что мне нужна максимальная температура. И, ребята, просто включаю, ребят, мой чайник сейчас вообще в другой комнате закипает, а мы пока понаблюдаем, как тут все происходит у нас. Так, ну что, ребята, мой чудо-чайник уже закипел. Давайте, короче, пойдем посмотрим, как он выглядит, потому что это вообще нереальная фигня, кстати, он тут даже с подсветочкой у меня. Давайте я вам его, короче, покажу. Вообще, это нереально, ребята, умный чайник, потому что вот здесь еще есть режим нагрева, то есть вы ставите режим нагрева, выбираете градусы, и он будет в течение 12, ребят, часов. Этот чайник будет вам поддерживать вот нужную температуру. То есть, если я сейчас поставлю там 80 градусов, он не будет опускать температуру в чайнике ниже 80. Плюс, кстати, я даже не знал, что разный чай заваривается на разной температуре. Здесь даже такая есть мини-инструкция, белый, желтый, лун с точностью до 1 градуса. Все это, ребят, можно редактировать на этом чайнике. Здесь очень клево реализована подсветка. Во-первых, вот вы выбираете, то есть, когда вода 35 градусов, она вот такого синенького цвета подсветка. Если она нагревается до 100, то красная. Ну, или как вам удобно, вы можете это все ставить, регулировать, редактировать. Очень удобное приложение. Плюс этот чайник просто можно использовать в формате ночника. Выбирайте нужный вам цвет, и просто он вам создает, ребят, атмосферу. Действительно, такого чаепития на кухне, и становится еще приятно. Такой вот ночник-светильник, очень классная функция. Ну, и чтобы не тухнуть, можно просто-напросто включить режим диска чай, запустить любую музыку дома. И, в общем, получайте светом музыку от вашего чайника. Это очень тоже прикольно. И, в общем, все это создает какую-то, знаете, атмосферу чаепития. Это очень приятно. Ну, и я немножечко, конечно, прихренел, но на этом чайнике есть, ребята, игры. Просто-напросто чайник мигает каким-то цветом. И вы должны, типа, мог угадать, каким цветом он мигнул. Это, кстати, реально не так просто. И, блин, мне реально по кайфу, я залип на этих играх. Ну, и очень клевая штука это расписание. Если вы живете в плотном графике, вы просто ставите, когда вам нужно запустить кипячение. То есть, вы проснулись, а ваш чайник уже готов. Ребят, он просто вас ждет на кухне. То есть, вы наливаете просто в чашку уже кипяточек. Ждать ничего не нужно. Расписание просто офигенная штука для деловых, реально, людей. Как Соболев, например. Соболева, ребята, по-любому есть такой чайник дома. Вообще, 3D-печать это очень тонкий, очень скрупулезный такой процесс, который требует прямо вот круглосуточного наблюдения. Круглосуточного внимания. Особенно, если вы печатаете Николая Соболева. Такого дорогого для всех на YouTube человека. Нужно очень внимательно следить, чтобы лишнего прыщика ему там морщинки не напечатал. Он должен быть идеальным. И, ребята, 3D-принтер стоял на моем столе в кухне. Я ел на полу, смотрел, как печатается Николай. Я заходил просто попить водички на кухне. Я смотрел, как печатается Николай. Я ночью просыпался и смотрел, как печатается Николай. Николай, ты мне очень дорого обходишься. Ты лишаешь меня сна и рассудка. Я видел с нуля, как зарождается Николай Соболев. Я видел, как он поднимается, ребята, с самых низов. Все выше и выше. Я видел зарождение новой звезды у себя на кухне. И вот такая голова Николая Ай, блин, что-то в глаз А, это ЧСВ в глаз попало Просто у нас здесь реально повышенный градус самовлюбленности в комнате Это был первый опыт у нас создания подобной 3D модели И, конечно, у нас многое получилось далеко не идеально Плюс там вообще с принтером происходило что-то неимоверное Когда фигурка опечаталась, его просто колбасило Потому что она очень большая И там где-то на подбородке у нас, ребят, что-то не получилось Там плохая поддержка была Где-то там чуть-чуть на ухе, на глазу Но в следующих видео, если вам понравится этот ролик Мы будем стараться делать прямо идеально Вообще, друзья, мне бы хотелось подарить эту голову прямо Николаю Соболеву Поэтому, если вас не затруднит, расскажите ему про это видео Пусть посмотрит на наши старания, что мы старались и сделали эту голову для него Напишите ему там ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютюбе И я ему отправлю эту голову Просто подарок, ребят, для Николая от чистого сердца Я надеюсь, что вам понравилось это видео Если понравилось, обязательно поставьте лайк Чем больше лайков, тем больше шансов, что мы будем продолжать нашу рубрику с 3D-принтером И печатать самые безумные вещи Что может быть, правда, безумней головы Николая Соболева Пишите ваши идеи для печати в комментариях Не забывайте кликать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео С вами был Букареев и, конечно же, Николай Соболев До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok